Продукция однозначно будет востребована. Эксперты рассказали о готовности ЦБК КАМА к строительству новой производственной линии. Наказание за неудачные инвестиции Минфин предлагает ввести дополнительную ответственность для негосударственных пенсионных фондов. За банкоматами в Перми будут следить камеры. Сбербанк усиливает меры безопасности в своих отделениях. Далее подробнее в эфире новости Прикаме и Рустам Багизов. Здравствуйте. Коробочный картон, который могут начать производить в Прикаме, будет востребован, уверены эксперты. Сейчас такую продукцию в России никто не производит. К старту крупного инвестпроекта готовится целлюлозно-бумажный комбинат КАМА. В новом цехе планируется производить коробочный картон. По словам представителей компании, этот проект имеет ряд преимуществ. Главное, отсутствие конкуренции в России. Сейчас всю такую продукцию импортируют из-за рубежа. В 2015 объем поставок этого вида картона на российский рынок составил более 170 тысяч тонн. Эксперты добавляют, у бумажного комбината КАМА, кроме всего прочего, выгодная производственная площадка. В ближайшие годы есть явная уверенность в том, что продукция отечественного производства будет по-прежнему пользоваться спросом и будет востребована. Сейчас многие секторы промышленности, там, в районных хозяйствах испытывают дефицит в отечественной продукции. И вот как раз есть необходимость его восполнить за счет открытия новых производств. Эксперты добавляют, завод уже готовят под новое производство. Снесены практически все старые здания, выровнена площадка и проводятся коммуникации. Уже сейчас, по словам предприятия, пройдена государственная экспертиза, получено разрешение на строительство. Дается работа с банками по привлечению кредитных средств. Пока точную сумму инвестиций в новую линию, а также возможные объемы производства на предприятии не раскрывают. Новое предложение Минфина о наказании пенсионных фондов за неудачные инвестиции приведет к увеличению финансовой нагрузки, которую будут нести их клиенты. Такое мнение выражают эксперты. Министерство финансов намерено ввести ответственность для фондов за результаты инвестирования пенсионных денег граждан, установив для них норматив по доходности. Ведомство предлагает ужесточить их ответственность за инвестиции, пенсионных накоплений и резервов. Фонды будут обязаны обеспечить экономически обоснованный уровень доходности средств с учетом рисков. Санкционеров будут требовать возмещения и недополучной выгоды, если ЦБ сочтет действия управляющего фондом неэффективными. У нас все за все всегда в России платит конечный потребитель. Это ни для кого не секрет, это не тайна. Поэтому, в конечном счете, когда такие нововведения происходят, достанется, может быть, даже не столько НПФ, сколько и их клиент. Как только запретили комиссию за выдачу кредита, сразу же появились страховки о жизни при выдаче потребительских кредитов. Они были готовы за полгода до того, как эта мера была принята. То есть банки же не богодельные, это коммерческие структуры, которые продумывают свои риски. Чем НПФ и хуже? Это структуры, которые не меньше, чем банки, которые во многом крупнее, чем банки. Они продумали эту ситуацию, у них наверняка есть план. В настоящее время законодательство требует от НПФ стопроцентной возвратности пенсионных средств. По мнению аналитиков, решение об ужесточении правил будет принято, так как оно соответствует сложившемуся законодательному тренду. С начала года, по данным Пермского пенсионного фонда, подано 160 тысяч заявлений о переходе в негосударственные фонды. Глава Банка России Эльвира Набиулина заявила о необходимости сдерживать укрепление рубля. Регулятор не собирается отказываться от плавающего курса. Сейчас национальная валюта пока остается стабильной из-за высоких нефтяных котировок. В дальнейшем, считают аналитики, ожидается некоторое ослабление на фоне возможного повышения ставки ФРС США. Доллар уже прибавил 39 копеек. Официальный курс, установленный ЦБ на завтра, 62.59, евро 69.12. В ближайшие месяцы на банкоматах Сбербанка в Прикамье будет установлена система видеомониторинга. Эти нововведения появятся для дополнительной безопасности клиентов. Такая система будет установлена на самых востребованных банкоматах региона, которые необходимы населению круглосуточно. Сейчас в Сбербанке занимаются просчетами. И, по словам председателя Западноуральского банка, для реализации понадобится полтора-два месяца. Сколько всего будет потрачено средств, пока неизвестно. Не раскрывается и доля от общего числа устройств. И значительная часть, мы сейчас как раз смотрим, какая из этих частей, потому что мы понимаем, что средства денежные нужны постоянно. Мы переведем на систему видеомониторинга. Нажимает кнопку, включается видеодомофон. Вы заходите, снимаете денежные средства. Это дополнительная система безопасности. После череды ограблений банкоматов с июля отделением Сбербанка в крае сменили режим работы. Теперь они открыты с 8 утра до 10 вечера. Пока это все новости. Следите за событиями в крае на нашем сайте. Перм.рбси.ру Оставайтесь на РБК и хорошего вечера. РБК Пирм. Дело. Тритейские суды. Проблемы и перспективы. Сегодня в 19.35. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok